Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск просвещенный просто бытовухе. Я вам расскажу немножечко о том, что у нас происходит здесь в Панаме. Вы знаете, что здесь мы стоим уже очень давно. И пока продолжаем стоять в связи с всей ситуацией, связанной с ковидом. Но, тем не менее, мы живем какой-то жизнью, яхтенной жизнью, на лодке, боремся с какими-то своими проблемами, справляемся с трудностями. И об этом сегодня будет наш выпуск. И давайте я вам об этом всем расскажу более детально. Готовы? Поехали! Что такое ноябрь месяц в Панаме? Вы знаете, что здесь нет зимы. То есть температура средняя днем обычно градусов 35, ночью, наверное, 26, 27, 28, где-то вот такая. Очень высокая влажность, там от 80 до 97 процентов. Это то, что я видел. Возможно, есть и больше. Но я просто не смотрю за этим параметром, потому что ты выходишь, и у тебя майка начинает сразу прилипать. Но мне это нравится намного больше, чем когда ты выходишь, и у тебя козявки в носу замерзают такими большими сосульками. Это не моя тема. На самом деле, одна из причин, почему я уехал из Киева. Но! Как же выглядит зима, условно говоря, в Панаме? Здесь нет понятия зимы. Здесь есть дождливый сезон и недождливый. Вот сейчас у нас день. Вы видите, как ярко выглядит то, где мы находимся. И вот это такая зима в Панаме. Ноябрь месяц. Это сезон дождей, когда дожди идут нон-стоп. И где-то уже в декабре они прекращаются, и погода становится нормальной. Но давайте, чтобы я не был голословен, я вам сейчас покажу вокруг, как выглядит погода. Вот такие у нас тучи. То есть сейчас как раз то время, когда прошел дождь, и в промежутке между дождями, вот вы видите, у нас палуба вся мокрая, то есть дождь прошел совершенно недавно. И, собственно, вот эти все тучи висят над Мариной. Но обратите внимание, пожалуйста, на лодки. Особенно на те лодки, которые живут. Все лодки прикрыты тентами. Из-за того, что не все пользуются кондиционерами. И когда идут дожди, нужно, чтобы не затекало, чтобы была возможность открыть окна. После того, как проходит недели-две, я вам сейчас покажу лодку, как она покрывается плесенью, вынимают вот так вот из лейзи-бегов паруса, для того, чтобы они не обрастали плесенью, для того, чтобы их просушить и их смыло дождем. Вот вы видите, сушат сейчас паруса на этом катамаранчике. Но такая история достаточно распространена здесь, в Панаме, потому что за две недели лодка покрывается такой плесенью, особенно в парусах. Посмотрите на цвет парусов. Нам предстоит их снимать и, конечно же, мыть. Даже вот цвет веревочек. Это все обрастает такой плесенью. Но давайте я вам покажу то, что мылось три недели назад. Смотрите на палубу. Это все было промыто буквально совсем недавно кислотой. И, тем не менее, все вот такое вот зеленое. То есть я уже даже сдался. То есть не то, чтобы мне не нравится моя красивая чистая лодка. Но, тем не менее, вот это вот все. Это прямо жуткая гадость. Так как мы стоим в Марине и пользуемся постоянно кондиционерами, внутри у нас сухо, нету плесени. Но давайте я сейчас выйду на пирс и покажу. За счет того, что кондиционер работает, внутри холодно, снаружи жарко, появляется конденсат. Давайте я вам покажу сейчас на борту, как выглядит плесень, которая образуется за счет постоянного конденсата внутри. Видите, какая красного цвета вот это вот налет на бортах? То есть это появляется за счет того, что у нас на лодке постоянно работает кондиционер. То есть мы это все на самом деле будем убирать. У нас есть уже химия. И, возможно, в этом ролике мы это попытаемся сделать. Но ужас весь ситуации в том, что через две недели лодка будет снаружи точно такая же. Поэтому, когда она уже превращается в полную жесть, тогда мы ее начинаем убирать. Но, к сожалению, это особенности жизни в тропиках. Именно в таком климате. Кстати, у нас пошел опять дождь. И вот такая вот погода, то солнышко, то дождь, будет у нас постоянно, еще на протяжении целого месяца. Ненавижу. Вот смотрите, сейчас вы видите лодку, которая закрыта чехлом. Это значит, что на лодке люди живут. Потому что те лодки, которые защищены от воды, это как раз то, где, собственно, живут люди. Вот смотрите, катамаран, который закрыт чехлами. Идем дальше. Этот я вам уже показывал. Вот он идет с чехлом. Вот лодка, которая стоит. Она тоже жила. На ней стоят, живут люди. Вот такая вот особенность жизни в тропиках. Особенно, когда сейчас проходит сезон дождей. Давайте я вам сейчас еще одну лодочку покажу. Вот еще одна лодка. Вы видите, что тент полностью покрывает все жилые помещения. Оля, Дон Фабио. Какой? Бенвенидва, Марина. И вот уже сейчас, смотрите, я вам показываю здесь кокпит полностью мокрый. Если мы посмотрим на рули, вот это вот все покрыто плесенью. Мы это уже пытались отмывать. И вот так вот сушится белье. Потому что если его вывесить наружу, вот здесь постоянно сейчас идет дождь. Постоянно. Здесь нету вот даже полчаса, когда дождя нет. Ну вот, к сожалению, сейчас такие условия. Но ничего, это тоже интересно. И это значительно лучше, чем, собственно, сидеть и мерзнуть. Мне нравится такая погода значительно больше. Ну что, начинаем из нашей грязной и некрасивой лодки. Делать чистую и красивую. И так вот, вы видите, вот это вот все грязное. Вот здесь какая прямо жесть. Но это мы сейчас очень легко уберем. Посмотрите, как. У нас есть прекрасная бутылка хлорки. Мы ее берем и наливаем в ведерко. Тут у нас уже она разбавлена с водой. Какая красота. И так, со всем бортом. Так, вот я этот борт весь намазал. Вот он, в принципе, где вот я мазал, становится белее. Единственное, что, видите, вот здесь вот эти вот черные следы, которые идут поверху, они, конечно же, отбеливателем не убираются. Поэтому мы будем использовать другое средство. А здесь вот у нас постепенно вся эта некрасивая рыжая плесень, она уже уходит. Вот, видите, здесь еще немножко сверху осталось. Но здесь, конечно, ее уже на лодке почти нигде нет. Сейчас делаем только одну сторону, а потом будем делать вторую. Короче, начал чистить лодку. И в Марине закончилась вода. Я спросил, когда она начнется. Сказали, чинят танк. Сейчас починят его. И опять включат. И будет опять вода. Короче, только начиная что-то делать, вечно что-то мешает. И начался дождь, который, в принципе, я хлоркой все намазал. И желательно бы ее сейчас все смыть. Но воды нет. Но есть дождь. Тоже решение нормальное, кстати. Важный момент. Я смотрел по статистике. Многие люди на нас не подписаны. Пожалуйста, подпишитесь. Для нас это отличная мотивация. Когда мы видим циферку на YouTube, где есть много людей, которые нас смотрят, на самом деле для нас это серьезная мотивация для того, что что-либо делать. Потому что вы знаете, что YouTube, он не приносит настолько много денег, чтобы этим имело смысл заниматься ради этого. Но если мы уже это делаем, то хотя бы хотелось бы видеть от вас какую-то отдачу. Поэтому мы вас просим подписаться, поставить лайк, написать коммент, и нам будет от этого приятно. Продолжаем. Ну что, я думаю, мы не будем ждать, пока вот это вот все где-нибудь рассеется. Потому что вот, видите, у нас сейчас дождь таки идет. Нас это, конечно же, расстроит, но не остановит. Потому что в такой вот даже гаденький дождик, который капает, можно совершенно спокойно попытаться смыть борта. И давайте я вам покажу ту химию, которой я буду это делать. На самом деле, это штука, которая убирает раст-конвертер. То есть, если у вас есть ржавчина, брызгаете на болт, и он вот эту вот всю ржавчину преобразовывает. Но ею можно совершенно спокойно пользоваться для того, чтобы из гелькота убирать всякие оксиды непотребные. Единственное, что вот на якоря, на цепь ее, конечно, брызгать не стоит. Но для вот таких вот задач, как побрызгать и черные полоски убрать с бортов, это идеально. То есть, оно работает действительно хорошо. Ну что, начинаем вот этой вот штукой заниматься и мыть. Так, ну все, жижа готова. Теперь берем щетку и начинаем это наносить на борта. Ну и вот так вот со всей лодкой делаем. И вот так вот трешь, 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 трешь и вдруг, смотрите, опять вот такое вот начинается течь и блин нужно подождать таким дождем. Ну просто намокаешь очень быстро, а химия ее смывает и вообще толку не очень много. Вот такая вот история здесь с этим сезоном дождей. Пять минут работаешь, полчаса ждешь. Когда-то у нас здесь кто-то припарковал свой тузик и остались от него от мотора следы, когда он стучался по нашей лодке. Но, к сожалению, есть у нас подозрения, кто. Ну, это надо убрать. Есть специальная мочалка, которая это уберет. Но пока это у нас портсайд, а старборд я еще не мыл. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите, разница. портсайд хоба старборд. То есть, вот посмотрите, какая грязь была. С той стороны было так же. А вот с этой стороны то, как стало. Ну что, теперь пришло время заниматься вот этой нашей зеленой палубой. Мы берем ведро, технологию вы уже знаете, хлорка. делаем такой жирный замес швабра и по уже заранее протоптанной тропе начинаем все, весь дек и также тик, но с тика надо убрать там за 5 минут, он просто весь грибок оттуда уберет и все. Ну и сделать его чуть белее, конечно же. два, два, специально хлоркой намылил только половину для того, чтобы вы могли посмотреть разницу. и так вот у нас получается сейчас справа это та часть, которая была хлоркой обработана, а вот эта часть не обработана, то есть вот увидите насколько отличается, но прошло всего 5 минут, еще минут 5 пройдет, я возьму мойку под давлением и эту сторону уберу, а здесь просто намылю опять же хлоркой и оставлю его еще там минут на 10 и оно будет красиво. Я думаю, что все эти процессы показывать необязательно, я вам сейчас покажу просто уже конечный результат, потому что как это все происходит, я думаю, вы и так понимаете. так, ну что, вот, это уже отбеливатель, который я смыл, и видите, как оно с правой стороны прямо красивое, а с левой какое прямо некрасивое. Ну, а теперь пришло время убирать вторую сторону. Ну, в общем, я лодку помыл, но, как вы видите, сзади осталось мне нанести одну химию на последний борт, вот этот вот Rust Converter, для того, чтобы смыть эти черные пятна. Дэк я помыл, все помыл, но страшно убирать даже мойку под давлением, потому что смотрите, сколько всякой гадости тут течет. Между прочим, я начал этим заниматься с самого утра в 9 утра, у нас сейчас 5 вечера, то есть это мероприятие заняло целый день, при условии того, что я это еще даже не доделал. Но ничего страшного, завтра будет новый день, и, кстати, вот, чтобы вы видели, вот это все, это я полностью мокрый насквозь, то есть это все обычно другого цвета, немножечко посуше. но я думаю, что я заслужил пиво. Вот, посмотрите, какой там у нас замес происходит. Здесь у нас тоже вот такое все выливается. На самом деле воды выливается ахулиарт тон постоянно в минуту. Это все время происходит нон-стоп. но в этом тоже есть какой-то прикол, конечно же, наверное, но я надеюсь, что через пару недель это все уже закончится, потому что реально вот в этом болоте сидеть уже надоело, и вы видите, что даже помыть его от плесени какая сложная задача. Ну, ничего страшного, завтра будет новый день, мы домой, оставайтесь с нами, мы продолжаем. Но перед тем, как залезть в тузик, можете посмотреть, сколько в нем воды, и это нужно вычерпать, потому что такая вот у нас яхтенная рутина, и вы видите, у нас такая погода прекрасная, как обычно идет дождь, и все это приходится делать именно когда это все сыпется на голову. что для сознания ? Так, ну вот, мы сейчас находимся внутри тузика, жижа. И вот, давайте я вам близко покажу, как вот это вот все выглядит. Но это все легко оттирается, смотрите как. Причем никакой другой химии, эта вся штука не оттирается. Так что, вот так вот тряпочкой, или берем щетку, вот эту вот нашу, и вот так вот весь этот борт мажем, мажем и делаем лодку красивой. Эту сторону я тоже помыл, давайте я сейчас покажу, как получилось. После того, как вот этим диоксидатором, раст конвертером помазали, нужно его смыть водой обязательно, потому что, ну, чтобы он дальше не разрушал, там, не проникал внутрь. Но, после того, как вот раст конвертер сделал свое дело, там образуются небольшие раковинки, ну, естественно, потому что вот это вот все говно, оно попадает внутрь гелькота. И теперь нужно взять вакс, не прямо вакс-вакс, а есть такой вакс, который разведен с шампунем. Помыть борт, он как раз покроет все вот эти вот раковинки, и будет лодка намного дольше себя чувствовать хорошо. Ну что, давайте я вам покажу, как получилось. Ну, значительно лучше, чем было до того. Ну что, я сейчас беру вот обычный вакс, у меня есть. Что-то я не нашел вот тот, который идет с шампунем, который для такого тонкого покрытия, но ничего страшного, я просто возьму тряпочку и ватру, хотя здесь, конечно, работы будет меньше, чем просто щеткой его туда втереть. Но, если уже делает, то нужно делать нормально. Поэтому, как это, нормально делай, нормально будет. Поэтому берем вот такой вакс и начинаем его втирать в борта. 20 минут работы, и лодка будет красивой. Ну, вот наша лодочка чистая, покрыта воском. Я думаю, что на какое-то время она еще продержится в таком виде, в котором она вот есть сейчас. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставим лайки, пишем комменты. Ну, вы в курсе того, что нужно делать. Подписка обязательно, для нас это важно и очень мотивирует. Ну что, а мы уже готовим вам следующий выпуск, в котором что-то будет опять интересное, связанное с жизнью на лодке. Все, друзья, пока! Субтитры подогнал «Симон»